This conference will now be recorded. Спасибо большое, что сигнализируете. Коллеги, приветствую всех, кто сейчас на связи онлайн. Спасибо большое. Тех, кто будет слушать этот мастер-класс в записи. Мы начинаем. Тема сегодняшнего мастер-класса «Типичные ошибки в расчете критического пути проекта и способы их решения». Давайте познакомимся. Меня зовут Павлова Елена. Я преподаватель учебного центра специалист по направлению управления проектами. Управлением проектами занимаюсь с 2001 года. И с самых первых проектов по требованию проектного офиса мы готовили графики проектов в среде Microsoft. С продуктом Microsoft Project я тоже давно имею дело. И на сейчас являюсь действующим инструктором, сертифицированным тренером Microsoft и действующим PMP, Project Management Professional, профессионалом в области управления проектами. Сегодня я представляю учебный центр специалист. Наверняка хорошо вам известный. 29 лет существует центр на рынке. Вот в этом году мы будем праздновать 30 лет. И направление управления проектами одно из самых мощных вообще в линейке всех учебных направлений. И я в центре специалист веду всю линейку курсов по Microsoft Project, теорию управления проектами, методологию, работу проектных офисов, курсы по подготовке к сертификации PMP, ну и так далее. И тема нашего сегодняшнего мастер-класса – это один из инструментов управления проектами, ключевой инструмент, без которого не обходится управление проектами. Это расчет критического пути. И сегодня у меня не будет задачи рассказать про то, что такое критический путь, и так далее. Уже речь пойдет о том, что вы знаете о том, что это за инструмент. И сегодня будем обсуждать, какие ошибки допускают в расчете критического пути, в расчете, в отображении в среде Microsoft Project. И в связи с этим может искажаться информация по проекту, по выходным параметрам проекта и так далее. Вообще об инструменте критический путь проекта мы рассказываем на очень многих наших курсах, начиная с базовой методологии управления проектами, в которой мы, например, в режиме практики рассчитываем критический путь. Рассчитываем критический путь просто карандашом на бумаге. И на многих курсах по работе в Microsoft Project тоже и 40-часовой курс, и курс по календарно-сетевому планированию. Ну и в принципе дисциплина управления проектами и работа в среде Microsoft Project и специалисты по календарному планированию – это на сейчас востребованная дисциплина и востребованный целый ряд профессий. Вот на сегодня на HeadHunter по запросу Microsoft Project отображается под 2000 вакансий, в которых одним из требований выступает работа в клиенте Microsoft Project. Вот, собственно, про него мы сегодня и поговорим, поскольку это мастер-класс. Я буду не на слайдах, в картинках рассказывать, а перейду в Microsoft Project. Расчет критического пути, ошибки в расчете и, собственно, как это решать. Вот у меня в Microsoft Project Алексей спрашивает, какой уровень зарплат на этих вакансиях. Я сразу отвечу. Например, у меня сейчас есть актуальный запрос от одного из моих слушателей по привлечению как раз специалистов по календарно-сетевому планированию. Зарплата, которую озвучил этот слушатель, 120 тысяч. Ну и 100, 120, 130. Вот это то, что касается прямо непосредственно нашей темы, потому что дисциплина управления проектами предполагает много профессий и много разных вакансий. Это и руководители проектов, и специалисты, например, по управлению рисками, и менеджеры по ресурсам. Да, это в Москве, Алексей. Но не только в Москве. География большая, в том числе вот среди этих вакансий, что я сегодня смотрела там, в том числе и переезд в Бангладеш. Ну это уже такой вопрос. Но в основном, да, в основном это московские вакансии. Да, профессий много, но вот то, что имеет отношение к нашей сегодняшней теме, это где-то 100 плюс. Вот в таком районе зарплаты. Да, да не за что. Коллеги, вы, пожалуйста, в чат пишите вопросы. Если я буду понимать, что удобнее по ходу ответить, я буду сразу отвечать. Если нет, я постараюсь просто в конце ответить на все вопросы. Ну и мастер-класс, да, Microsoft Project. Вот у меня в Project сейчас есть два проекта с абсолютно одинаковыми расчетными параметрами, только расчеты эти получены разными способами. Вот один из проектов, конечно, это, ну такой синтетический кейс, запуск нового продукта. Проект, который длится 40 дней, начинается 7 апреля и заканчивается 1 июня. У этого проекта стартовая веха принятия решений и финальная веха передачи в эксплуатацию как раз приходится на эти даты. Между стартом и финишем здесь несколько пакетов работ. Одно общее входящее условие – разработка общей архитектуры. Десятидневная задача. Задача, очевидно, лежащая на критическом пути. Когда мы изучаем планы проектов, графики проектов, работу в Microsoft Project, я учу наших слушателей всегда обращать внимание на очевидно критические задачи. Это те, параллельно с которыми, в принципе, вообще ничего не запланировано. И, соответственно, эти задачи обязательно влияют на срок окончания проекта. Вот разработка общей архитектуры, общее входящее решение – это работа, параллельно с которой, в принципе, ничего в этом плане проекта нет. Поэтому она, очевидно, лежит на критическом пути. Общее исходящее задача – испытание. Тоже, очевидно, критическая задача по той же самой причине. И между разработкой общей архитектуры и испытаниями пакет работ, разработка модулей. Их два – первый и второй. Они одинаковые по структуре. В каждом модуле проектирование, производство, тестирование. И во втором тоже проектирование, производство, тестирование. Но вот модули, они уже как раз запланированы в этом проекте параллельно. И поскольку это параллельное выполнение, у них связи одинаковые, иерархия одинаковая, соответственно, один из них лежит на критическом пути, а другой является некритическим. То есть определяет срок окончания проекта, но с запасом. Вот здесь очень несложно просто по разнице в длительности между этими модулями понять, что второй модуль больше по длительности. Он позже заканчивается, он 18 мая заканчивается. Значит, очевидно, второй модуль лежит на критическом пути. А у первого коротенького 16-дневного модуля сколько-то дней, ну тут несложно догадаться, что тут 4 рабочих дня, есть в резерве. То есть этот первый модуль однажды повлияет на срок окончания проекта, но в пределах 4 рабочих дней его можно увеличивать по длительности срыва срок проекта. Такой проект. Если в этом проекте отформатировать критический путь, это вкладка формат, флажок критические задачи, то, собственно, все достаточно предсказуемо. Архитектура – да, испытания – да, и весь второй модуль тоже – да. И проект, не только проект, но и, собственно, вообще классика управления проектами, любая среда, Oracle, Primavera, Spider Project определяет критическая эта задача или не критическая по такому параметру, который называется общий временной резерв. Вот в Microsoft Project так и называется этот столбец, его можно добавить и вспомнить определение критического пути. Это последовательность операций, общий временной резерв которых равен нулю. И вот видно, что все критические задачи – это нулевой запас по времени. То есть без запаса по времени они влияют на срок окончания проекта. Любую из критических задач, ту, которая с нулевым запасом, если немножко дольше выполнять, задержать по выполнению, допустим, проектирование второго модуля, не 5 дней, а 6. Вот у нас уже не первое, а второе единое. И так будет с любой критической задачей, без запаса по времени. А вот у всего первого модуля, у всех работ первого модуля суммарный общий их совокупный временной резерв 4 дня. Это не значит, что у каждой задачи 4 дня. Это значит, что общий у них на всех резерв в 4 дня. И все хорошо и правильно. Вот мы поставили флажочек «Критические задачи», видим критический путь, можем управлять работами, срыв сроков которых, определить срыв сроков всего проекта. Мы можем по-хозяйски распоряжаться вот этим резервом для того, чтобы перераспределить ресурсы или погасить риски. И все хорошо. Если бы не одно «но». Бывает, проект иногда смоделирован таким образом, вот в том числе в Microsoft Project, что флажочек вроде как «Критические задачи» установлен, а график практически весь синий. Иногда совсем весь синий. То есть ничего, как будто бы не лежит на критическом пути. Или наоборот, флажочек «Критические задачи» установлен и во всех, всех-всех-всех параллельных модулях, вот этих коротких, длинных, в самом длинном, все равно все красное. Это такой сломавшийся «Критический путь», который нужно ремонтировать, потому что иначе управлять проектом невозможно. Когда пользователи ставят флажочек «Критические задачи», а график остается синим, они по-разному реагируют на эту ситуацию. Кто-то говорит, что Project поломался. Нет, это не так. А еще часть пользователей говорит, это я просто классный руководитель проекта, я запланировал проект без критического пути. Тоже нет. Это значит, что допущена какая-то ошибка. Давайте разбираться с тем, какие ошибки могут быть вот в таком достаточно простом расчете, но определяющем для управления проектом. Вот у меня есть, например, второй проект. Он такой же. Он абсолютно такой же по иерархической структуре. Он абсолютно такой же по выходным параметрам. Те же 7 апреля, 1 июня и те же 40 рабочих дней. Но если в этом проекте поставить флажок «Критические задачи», вот как раз такая ситуация, когда на критическом пути лежит только последняя задача испытания. У всех остальных задач, у всех остальных работ есть какой-то очевидно ненулевой запас по времени, пока они начнут влиять на срок проекта. И для опытных пользователей, для опытного глаза здесь очевидна эта ошибка. Это одна из самых распространенных и одна из самых фатальных ошибок, обидных ошибок при планировании проекта. Здесь просто отсутствуют связи. Их здесь просто нет. Ну то есть, если, например, посмотреть на столбец предшественники, тут вообще тишина. Ну то есть, тут никак не установлены зависимости между задачами. И если сейчас это очевидно по отсутствию стрелок между задачами, то я и в основном проекте стрелки-то могу убрать. Ну то есть, если я вернусь в основной проект, в котором связи есть, я могу, сохранив связи, отобразить макет без этих связей. И вот тогда и по внешнему виду сказать нельзя будет. Я вернусь здесь стрелочки, просто чтобы они были. Ну то есть, это не вопрос макета-графика, это не вопрос отображения. Из макета стрелки можно убрать. Это вопрос того, чтобы Microsoft Project внутри расчетного алгоритма понимал, что эти задачи связаны. Почему он, собственно, не видит здесь, что разработка общей архитектуры и второй модуль лежит на критическом пути? Да потому что он не понимает, как эти задачи влияют на срок проекта. С его точки зрения, задачи, например, по разработке общей архитектуры очень не скоро повлияют на первое июня. Задача по производству, тестированию первого модуля тоже не скоро повлияют. По разработке второго модуля не скоро повлияют на срок окончания проекта, потому что критический путь вычисляется для всего файла. А во всем файле дата окончания проекта это первое июня. Если вот в таком проекте посмотреть туда же, в этот же общий временной резерв, то можно увидеть 40, 30, 18, 10 дней в запасе. Вот один из источников ошибок в расчете критического пути это просто отсутствие связи. Здесь, конечно, такой утрированный пример, когда вообще ни одной связи нет. Но бывает так, что какие-то связи кое-где, где-то там отдельно установлены. Я даже могу там связать, допустим, задачи первого модуля в последовательность, но это не поможет. Нужна строгая, без разрывов зависимость от старта к финишу. И вот тогда по этим связям проект сможет определить, что же все-таки лежит на критическом пути. То есть та цепочка зависимости, которую мы формируем, она должна быть без разрывов. Ни одного разрыва. Это значит, что у любой задачи, операции, вехи должно быть хотя бы по одному предшественнику и хотя бы по одному последователю. У любой, у каждой. Нет последователя у старта проекта. Ну, значит, у старта 40 дней в запасе. 40 дней общий временной резерв до срока окончания проекта. Вот это одна ошибка. Но проблема в том, что бывает даже так, что этой ошибки нет. Ну, то есть пользователь грамотный, он опытный, он связал все задачи. Цепочка без разрывов. У каждой операции, у каждой вехи есть предшественники, есть последователи. А график все равно синий. Флажочек установлен, критические задачи, а график все равно синий. Разбираемся дальше. Почему еще так может быть? Ну, я попробую как раз вот на этом примере показать. Бывает такая ситуация в файлах, когда в рамках одного файла запланировано, ну, на языке проекта это называется несколько независимых сетей, несколько независимых цепей. Например, вот при запуске нового продукта нам нужно в течение какого-то времени, за какое-то время до окончания проекта и спустя какое-то время после окончания проекта, например, осуществлять авторский надзор. Я просто добавляю эту задачу как отдельную. Я ее запланирую в автоматическом режиме. Это не принципиально. Можно автоматическую, можно ручную. Это все равно. И, допустим, заниматься авторским надзором нам нужно, ну, вот, например, с 24 мая по 24 июня. В течение месяца осуществлять авторский надзор. У нас появляется задача с общей длительностью в 24 рабочих дня, и эта задача, она никак не связана с основной цепочкой работ. Просто за какое-то время до конца и спустя какое-то время после конца проекта нам нужно выполнять вот эту работу. Таких работ может быть очень много. Это сквозные работы, это работы по управлению проектом, это работы по управлению качеством проекта, которые, возможно, еще спустя какое-то время после окончания проекта нужно доделывать. И вот если сейчас при таком варианте поставить флажочек «Критические задачи», мы видим, что на критическом пути лежит только авторский надзор. Задача единственная, определяющая вот эту дату окончания проекта. По вертикальному пунктиру можно понять, когда заканчивается проект в рамках этого файла. Ну и как будто бы все, мы как будто бы потеряли вообще критический путь. То есть, в принципе, непонятно, какая цепочка работ сейчас определяет вот это первое июня. И мы видим, что как минимум там 17 рабочих дней появилось в запасе даже у самой последней вехи проекта. Вот так, конечно, быть не должно. И эту ситуацию нужно правильно отрабатывать в проджекте. Вот это не то, чтобы ошибка в расчете критического пути. Ошибка здесь то, что мы не видим критический путь, то, что мы думаем, что у всех работ есть запас. А как способ решения, да, как решить эту проблему? Оказывается, в проджекте в параметрах файла можно включить расчет нескольких критических путей. Это раздел дополнительно и вот, собственно, в информационном таком поле можно почитать, что это вычисление отображения критического пути для каждой независимой сети задач. Вот там, где нет предшественников, последователей, там, где есть разрывы. Если установить этот флажок и нажать ОК, соответственно, мы видим, что с авторским надзором все хорошо, он остался на прежних сроках, но и для всего проекта тоже вычисляется такой общий критический путь проекта. То есть вот здесь мы можем и для проекта, и для авторского надзора автономные критические пути рассчитать. Вот это второй случай, то есть даже в хорошем проекте. Если есть какие-то сквозные управленческие задачи, можно потерять критический путь, его терять нельзя, его нужно найти через вот этот флажочек в параметрах. Хорошо, это такая сейчас, чтобы показать следующую ситуацию. Что еще может быть не так? Я возвращаюсь к исходному состоянию этого проекта. Еще один вариант – это применение каких-то особенных календарей к задачам. Вот, например, задача производства. Производство второго модуля – это одиннадцатая строка, она лежит на критическом пути, и вполне может оказаться так, что эту задачу нужно планировать по какому-то особенному технологическому графику. Это вопрос создания, настройки календаря, привязки календаря к этой производственной задаче. Поэтому я захожу на вкладке «Проект в интерфейс изменения рабочего времени», создаю новый календарь. Допустим, эту задачу нужно запланировать и исполнять потом без выходных. То есть я просто создаю новый базовый календарь без выходных. И, соответственно, субботы и воскресенья тоже планирую как рабочие дни с теми же рабочими часами, что и в дни с понедельника по пятницу. 9.13.14.18. Привязываю этот календарь к производственной задаче. Просто через свойства задачи говорю, что конкретно эта работа должна быть запланирована без выходных. Окей? И что мы увидим в этом случае? Флажочек «Критические задачи» установлен. Все в порядке. Но на критическом пути лежит только какой-то последний хвостик в этом проекте. Какие-то там 2-3 задачи. И получается, что мы, в принципе, потеряли критический путь на всем проекте. Это здесь, в этом файле 15 строчек плюс нулевая 16. А если бы их было 15 тысяч, да, и вот так вот потерять критический путь – это не очень хорошо. Почему так происходит? Потому что у производства, которое заканчивается в данном случае вечером в пятницу, еще суббота-воскресенье в запасе есть. И получается, что у всех предыдущих задач тоже есть 2 дня в резерве. Это так. И, в принципе, этот двухдневный резерв когда-то может нам пригодиться. Может быть, мы захотим им воспользоваться. Но это абсолютно не повод забыть, что разработка общей архитектуры – это, вообще-то, очевидно критическая задача. То есть, как сделать в проекте так, чтобы вот этот резерв остался, но и критический путь тоже вернулся. Это тоже можно сделать через параметры файла. Файл. Параметры там же в разделе «Дополнительно», там же внизу. Есть вот такой счетчик «Считать критическими задачи, имеющие резерв не более нуля дней». Это по умолчанию так, ноль дней. Но мы можем воспользоваться таким понятием, которое тоже есть в инструменте календарно-сетевого планирования – субкритические задачи. Такие почти критические задачи. Задачи, лежащие на критическом пути, но обладающие каким-то минимальным резервом. Вот мы можем поднять порог вообще понятия критической задачи до двух дней. То есть, сообщить проекту, что задачи с двухдневным запасом, они тоже должны лежать на критическом пути. Окей, и, собственно, проект теперь говорит, что и первый модуль, он тоже лежит на критическом пути. То есть, вот эту вот разницу между первым и вторым модулем производственный календарь он сейчас нивелировал. И мы понимаем, что любая задача вообще в этом проекте сейчас определяет срок окончания проекта. Он сократился на два дня, но сейчас любая работа лежит на критическом пути. Вот такой еще есть нюанс при работе. Все, отменяю привязку к календаря и возвращаюсь к исходному состоянию. Помимо календарей, вот таких вот особенных производственных календарей, там без выходных или когда задача круглосуточно запланирована и вполне может закончиться в ночь с пятницы на субботу и до понедельника будет еще сколько-то дней в резерве. Это, эта же ситуация может быть смоделирована тем, что называется астрономическое время. Если, например, это же производство запланировать астрономическими днями, не рабочими, а астрономическими, будет примерно то же самое, только у производства еще и ночи будут в запасе. По ночам тоже можно производством заниматься. Это очень похоже на предыдущую ситуацию, я долго комментировать не буду. И, собственно, делаем то же самое. В параметрах файла просто устанавливаем соответствующий счетчик. Вот календари астрономическое время тоже дают вот такой лишний запас. А еще это может быть, например, привязка задач к датам. Здесь вот в этом проекте, который мы в самом начале смотрели, все задачи привязаны к каким-то датам. Тут, в принципе, все сроки проекта смоделированы какими-то датами. А у нас может быть одна задача, лежащая на критическом пути, привязана к какой-то жесткой дате. Я возьму буквально задачу испытания и смещу ее с 19 на 20 мая. Вроде бы пользователь ничего плохого не сделал, он привязался к 20 мая как к дате, когда приедет комиссия, например, испытательная. А критический путь при этом потерял. У задачи испытания появилось ограничение, раньше 20 мая начинать эту работу нельзя. Ну и все, проект понимает, что у всех критических задач вот такой вот один день в резерве появился. То есть можно любую из этих задач на день позже, на день дольше, например, на день позже закончить или на день дольше делать. Вот такие вот средние ограничения, они тоже могут приводить к появлению положительных резервов. Но это положительные резервы, это, скажем, не самая фатальная ситуация. Все-таки, когда есть лишнее время в запасе, оно никогда не бывает лишним, им всегда можно воспользоваться. А бывают в проджекте ситуации, когда задачи, лежащие на критическом пути и даже бывшие некритические задачи, они начинают конфликтовать с какими-то жесткими датами. И вот тогда появляются не положительные, а отрицательные резервы. Если кто-то из вас сейчас работает с графиком проекта в проджекте, вы можете просто добавить столбец общий временной резерв и посмотреть, соблюдается ли у вас в ваших планах вот это условие, когда у старта и финиша должно быть ноль. И нет ли у кого-то из вас отрицательных резервов. И если они есть, то что нужно анализировать, откуда появляются отрицательные резервы по времени. Вот одно из условий отрицательного резерва это заданный и нарушенный, превышенный крайний срок. Крайний срок это такое свойство задачи, которое задается через, например, сведения о задаче. Вот я возьму там последнюю веху передачи в эксплуатацию и скажу, что у нее крайний срок, например, не 1 июня, как сейчас рассчитано, допустим, 2 июня. И вот 2 июня появляется такая стрелочка зеленая на графике. До тех пор, пока мы не выходим за этот крайний срок, у нас все хорошо. Но если выйдем, вот, например, задачи испытания дольше будем делать. Обнаружили новый объем работ не 10 дней, а 12 дней. Если у нас проект выходит за этот крайний срок, не 1 июня уже передача в эксплуатацию, что мы увидим? Мы увидим, что в столбце общий временной резерв появляется отрицательное значение. Ну так, для привлечения внимания есть еще и красный ромбик с восклицательным знаком, но это декоративный элемент. А расчетный элемент – это поле общий временной резерв, где даже в нулевой строке, ну и, в принципе, во всех задачах критического пути, вот эти отрицательные значения минус 1 день. То есть весь критический путь проекта сейчас надо сокращать суммарно хотя бы на день. То есть если мы испытания будем делать на 2 дня дольше, значит, надо какую-то любую другую задачу, лежащую на критическом пути, сделать на день быстрее. Например, разработать общую архитектуру не за 10, а за 9, чтобы не конфликтовать с этой датой. Отрицательный общий временной резерв – это заведомо невыполнимые условия проекта. Невозможно выполнить проект с такими длительностями, с такими связями, потому что мы не вписались в какую-то дату дедлайна, крайнего срока. Вот в данном случае это крайний срок. Крайний срок – один из источников вот этого отрицательного запаса. Я убираю испытания, возвращаю на место, убираю крайний срок. Ну и еще два условия, которые тоже могут приводить и к положительным, и к отрицательным резервам – это жесткие ограничения или ручной режим планирования задач. Жесткое ограничение – это я, например, в свойствах той же вехи передачи в эксплуатацию, там же в сведениях, там же на вкладке «Дополнительно», только не крайний срок установлю. А вот такой вот есть выпадающий список, тип ограничения. Жесткими являются в любом проекте фиксированные даты, фиксированное начало, фиксированное окончание. Вот если я, например, попробую установить задачи, фиксированное, ну в данном случае актуальное окончание, да, фиксированное окончание. Первое июня, все, Project привяжется к этому первому июня. При установке этого жесткого ограничения появляется сообщение мастера планирования. Project предупредит нас о том, что это может, не обязательно, но может вызвать вот такой конфликт планирования. Конфликт планирования – это и есть отрицательный резерв. Но мы, тем не менее, соглашаемся с этим, выбираем переключатель. Все-таки будет установлено ограничение, фиксированное окончание, устанавливаем, привязываемся к дате. Это мы просто к дате привязались, фиксированное окончание. А потом делаем испытание долго. И Project говорит, будешь дольше делать, ты не сможешь к первому июня все закончить. Если мы допускаем конфликт планирования, мы как раз видим вот этот отрицательный резерв. Второе условие отрицательного резерва невыполнимого проекта – это жесткие ограничения, с которыми конфликтует наша основная хронологическая последовательность. Это тоже дата, как и крайний срок, но только более жесткая. То есть тут, в принципе, задача передачи в эксплуатацию никуда не перепланировалась. Там она вышла за крайний срок, там рассчиталась вот это 3 июня. А здесь как было первое, так и осталось. Вот это еще один такой момент. Ну, я уберу это жесткое ограничение. И еще одно условие, третье условие, которое тоже может к отрицательным резервам приводить – это планирование задач в ручном режиме. Если, например, ту же веху, ну, я, естественно, намеренно беру последнюю веху проекта. В таком же качестве можно было взять любую задачу на критическом пути. Но просто на последней вехе это наиболее показательно. И перевожу ее в ручной режим. Я, в принципе, могу этого не сильно заметить. Я не обязательно там на 2 июня, да, она сейчас перепрыгнула. Можно на 1 июня вернуть эту веху. И если мы начнем то же самое делать, да, там перепланировать какую-то предыдущую часть, предыдущую часть нашего проекта, мы будем видеть вот такое вот красное подчеркивание. И в инспекторе задач читать, что, возможно, эту задачу придется начать на 6 дней позже. И если это веха, мы даже отрицательные резервы не увидим. А если это задача, мы увидим, что появляется отрицательный резерв. Вот если не веху переводить в ручной режим, а, например, какую-то задачу, планирование вручную, и начинать с ней конфликтовать, то вот он, пожалуйста, минус 1 день появляется. То есть, если, все, поотменяю, верну, как было, хороший должен быть критический путь у проекта, хороший основательный, от старта до финиша цепочка целостная, никаких не должно быть отрицательных резервов, никаких не должно быть лишних положительных резервов, иначе это неуправляемый проект. Ну, если это положительные резервы, их надо просто видеть и правильно с ними работать. А если это отрицательные, этот проект нужно допланировать, его нельзя брать на себя как обязательство, он еще не допланирован, он еще не исполним, этот проект. И если коротко резюмировать все, что обсудили сегодня, чтобы можно было все-таки рассказать, где эти профессии осваиваются. Коротко резюме. Во-первых, для правильного, корректного расчета критического пути должны быть заданы зависимости, причем все, не какие-то отдельные, случайные, немножко где-то там на фрагменте проекта, а полностью от старта до финиша должна быть сформирована целостная цепочка. Иначе у каждой работы проект до конца проекта будет находить ненулевой общий временной резерв, если моделировать проект не связями, а датами. Это первое. Второе. Если в проекте применены какие-то календари особенные к задаче, какие-то астрономические дни используется, астрономическое время, расчет по проходящему времени, а не по рабочему времени, это может дать резерв, и тогда нужно счетчикам повышать понятие критичности задач. Или если несколько независимых сетей есть в одном графике, тогда для каждой сети необходимо вычислять ее собственный автономный критический путь. Все это через параметры файла делается. Ну и самые фатальные ситуации, это ситуации с отрицательным резервом, когда основная хронология начинает конфликтовать с датами крайнего срока, жестких ограничений или датами задач, которые запланированы в ручном режиме, и они никуда не смещаются. Ручные задачи и жесткие ограничения, они же не только отрицательный резерв могут давать, но и положительный. Если, например, сделать производство, допустим, второго модуля быстрее, то вот он положительный резерв до старта проекта появляется. Просто потому, что ручные задачи, их на ручном контроле приходится, на ручном управлении все время держать, и они так сами по себе не смещаются, потому что у нас что-то поменялось на нашем проекте. Вот это то, что хотелось показать сегодня. И мы обязательно на наших курсах по управлению проектами говорим о необходимости управлять критическим путем. И на всех курсах по Microsoft Project. Вот возвращаясь к вакансиям, да, специалисты по календарно-сетевому планированию, они сейчас очень ценятся. И вот вопросы критического пути рассматриваются, например, на курсе календарное планирование контроль проекта на основе методологии PMBOK 6-й версии и с использованием Microsoft Project. И ближайшая такая группа стартует в следующий понедельник, 29 марта. Это 4 вечера, это вечерний формат с 18.30 до 21.30. Это 16-часовой курс. Ну и если говорить не обо всей дисциплине управления проектами, там, где есть и рисковики, и менеджеры по ресурсам, и бизнес-аналитики и так далее, и так далее, именно про специалистов в календарном планировании, про компетенции, которые можно будет приобрести на этом курсе. Это разработка методологии календарно-сетевого планирования. Это формирование календарно-сетевого графика реализации проектов. Причем проектов любых. Те графики, с которыми мне сейчас приходится работать, это, ну, понятно, не 15 и не 16 строк. Это несколько тысяч элементов. И вот когда это несколько тысяч, вот тогда выдержать правильный от старта к финишу критический путь проекта. Причем делать это не только на уровне планирования, но и во время уже трекинга, отслеживания хода выполнения проекта. Когда какая-то часть проекта осталась в прошлом, а весь остаток, который нас ожидает в будущем, надо перекраивать, чтобы все-таки успевать сделать в пределах обязательств этот проект. И все время видеть, что лежит на критическом пути. Вот это, конечно, очень ценно. За это платят там 100 плюс тысяч сейчас. Актуализация календарно-сетевого графика по ходу реализации проектов. Это мы обязательно тоже рассматриваем. То есть трекинг, отслеживание хода выполнения, функциональность базовых планов, функциональность обновления проекта по факту, анализ отклонений, компенсация этих отклонений, что такое сжатие расписания на остатки проекта. Это обязательно рассматриваем. Организация контроля выполнения календарно-сетевого графика, анализ хода реализации выявлений текущих прогнозируемых отклонений, подготовка предложений по корректировке, потому что констатация отклонений – это не управление проектом. Управление проектом – это умение погасить эти отклонения и сделать проект вовремя. А для этого должен быть хороший план и критический путь – это не единственное условие хорошего плана. Чтобы план был хорош, надо, чтобы в нем еще были заложены правильно все расчеты и правильно все резервы, и весь потенциал будущего сжатия расписания должен быть на ладони у того, кто с этим графиком работает. Ну и, конечно, подготовка отчетности о ходе реализации проекта. Вот это то, что мне хотелось вам рассказать, и я с удовольствием вас приглашаю на эту группу или, например, на наши курсы, там 40-часовой курс по Microsoft Project на теорию управления проектами. И сейчас я передам слово Светлане, Светлане готовы рассказать про обучение в учебном центре. Коллеги, а вы, пожалуйста, пока готовьте вопросы. Какие у вас есть вопросы по этой теме? Вот Алексей, например, спрашивает, как я отношусь к методу критической цепи. Я хорошо отношусь к этому методу. Что такое критическая цепь проекта, если коротко вернуться к нормальному состоянию этого проекта, то есть все вернуть, как было, то критическая цепь – это критический путь, но с учетом всех ресурсных ограничений. Вот у нас критический путь, технологический критический путь этого проекта имеет длительность 40 дней, проходит по архитектуре, по второму модулю и по испытаниям. А если, например, у нас здесь есть еще ресурсы, вот, допустим, есть какой-то исполнитель, например, проектировщик, и он нам достал один, а проектирование нам надо сделать сразу два. Если мы его назначим на оба проектирования, то у нас возникнет еще и ни много ни мало превышение доступности ресурса, перегрузка ресурса. И эту перегрузку нужно будет устранять. То есть нужно будет, например, делать вот эти два проектирования из-за дефицита ресурса. Я не буду сейчас про выравнивание рассказывать, просто очень так примитивно делать, просто по очереди. И тогда у нас меняется критический путь. Тогда у нас на критический путь, кроме архитектуры, испытаний и второго модуля, выходит еще и первое проектирование из-за дефицита ресурса. И критическая цепь этого проекта, не только технологический критический путь, но именно критическая цепь с учетом дефицита ресурса, с устранением дефицита уже не 40 дней, а 44 дня. И, конечно, без анализа загрузки ресурсов, доступности загрузки, дефицита ресурсов и так далее, без этого просто тоже невозможно сформировать нормальный полноценный план проекта. И в понятие критической цепи входит не только устранение вот этих вот перегрузок ресурса, но и еще правильное резервирование времени, потому что мы определяем цепочку работ нашего дефицитного ресурса и определяем ему максимально сжатые сроки выполнения всех работ. Но даем ему общий буфер, где-то в конце проекта закладываем общий запас, чтобы если он на любой работе где-то там что-то пойдет не так, какая-то неприятность случилась, можно было бы поглощением этого буфера гасить эти отклонения. И я-то хорошо отношусь к методу критической цепи, просто используется он в практике крайне редко, а жаль и зря, потому что вот эта идея, ну выравнивание-выравнивание, тут все понятно само собой, Но идея поглощения буфера проекта для компенсации резерва и соотношения статуса прогресса по проекту и статуса буфера, прогресс поглощения буфера, вот это соотношение всегда дает управленческую информацию. Мы, например, на курсах по Microsoft Project разбираем ситуацию, и вот коллеги, смотрите, там проект, например, выполнен на 38%, а буфер поглощен уже на 50%. Ваш прогноз, что будет происходить с остатком проекта? Есть шанс выполнить остаток проекта, не добавляя ресурсов на остатки? Ну и тут очевидно напрашивается, да, ответ, что тут уже без сжатия расписания на остатки не обойтись, одним буфером не погасишь, оказывается, все неприятности, которые происходят на нашем проекте. Как правильно поглощать временной буфер? Да нет, нет, не лучше без этого, без этого просто не обойтись, без поглощения временного буфера не обойтись. Все очень просто, мы, например, на основном критическом пути накопили там два дня отклонений, пару дней отклонений, ну, соответственно, у нас на пару дней буфер меньше. То есть мы, например, изначально рассчитали проект 100 дней, 20 дней заложили буфера, начали выполнять, на два дня отклонились на критическом пути, ну, значит, у нас не 20 дней, а 18 дней в запасе. Вот мы смотрим, какой процент буфера поглощен и соотносим его с процентом выполнения проекта. И прогнозируем, что нужно сделать с остатком проекта, чтобы все-таки успеть это выполнить. Там инструментов много, это же не только критическая цепь, это тот же PERT-анализ, это тот же метод моделирования Монте-Карло, мат-моделирование проекта с учетом всех рисков. Хороший календарно-сетевой план – это математика, да, это расчеты, и здесь играть в угадывание критического пути в проекте – это плохая практика. Когда куда-то, неизвестно куда, критический путь потерялся. Ну, точно, так не должно быть. Всегда, в любой момент, руководитель проекта не обязательно будет специалистом во всех этих расчетах, не обязательно будет знать, что такое ранние и поздние даты, там общий временной резерв, свободный временной резерв, знать правила балансировки, загрузки ресурсов или правила резервирования. То есть представлять он себе это должен, но у него вот есть правая рука, вот этот специалист по календарно-сетевому планированию. И именно этот специалист, он не просто рисует графики Ганта в проекте, он дает информацию для принятия управленческих решений. Такой вопрос вроде простой был про критическую цепь, а что-то много получилось. Вот, ну, как есть. Коллеги, какие-то еще вопросы, пожалуйста? Какие-то еще вопросы? Вопросы, комментарии? Да не за что, Алексей. Вот курсов в центре специалист на эту тему много. Это не только календарное планирование. На 40-часовом курсе по проекту, на теории управления проектами мы с этим разбираемся. И, например, тоже календарно-сетевое планирование у нас в нашем учебном центре входит в комплексные программы, в дипломные программы. В несколько дипломных программ попадает этот курс, и дипломная программа – это возможность сэкономить деньги и возможность, собственно, получить такой весомый документ о повышении квалификации и получить профессию, а то и несколько профессий в рамках дисциплины управления проектами. Об этом можно узнавать по телефону в центре специалист. Этот курс проводится в разных форматах и в очном формате, то есть когда группа в аудитории и кто-то подключен по вебинару. Открытый формат, очная, плюс видеозаписи в классе в открытом формате, на открытом обучении собираются в одной аудитории слушатели нескольких курсов и в сопровождении одного инструктора работают по видеозаписям, решают кейсы и сдают эти кейсы, задают вопросы. Это такая возможность в индивидуальном режиме консультироваться с инструктором и в удобном для себя темпе, и в удобное время, из удобного места проходить обучение по записям. Ну и центр специалист 30 лет на рынке, да, не просто так. Центр это, конечно, мощный бренд, это и гарантия качества, это и гарантия результата, и расписание мы всегда готовим до конца года и всегда его очень строго выдерживаем. И, конечно, это гарантия безопасности, то есть мы работаем по всем нынешним правилам. Коллеги, если у вас остались вопросы, напишите их, пожалуйста, в чат или озвучите голосом. У меня есть адрес электронной почты епавлова-собачка-специалист.ру. Если кто-то из вас в силах работать сейчас специалистом по календарно-сетевому планированию, напишите мне, я попробую связаться с нашим слушателем и, ну, просто предложите ему ваше резюме. Прямо сейчас для вас промокод «Иду вперед». Вы сможете по этому промокоду получить бесплатную консультацию по профессиональному развитию и получить финансовые преференции при прохождении обучения в нашем учебном центре. Вы можете сфотографировать сейчас прямо с экрана этот QR-код. И давайте я вам в чат отправлю ссылку на заполнение этой формы. Вот так отправляю ссылочку вам в чат, чтобы можно было действительно не терять время развиваться. Коллеги, а мне осталось вас поблагодарить сегодня за внимание, пожелать вам удачи в проектах, пожелать успехов в работе с Microsoft Project. И если у вас есть какие-то вопросы, если у вас осталось ощущение, что надо что-то освоить в этой профессии, мы будем рады видеть вас в учебном центре «Специалист». Спасибо вам большое и удачи. На сегодня это все. Трансляцию я заканчиваю. Спасибо, коллеги, всего доброго. Спасибо.